Дорогие одесногорцы, примите мои поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. 18-й год был насыщен политическими и экономическими событиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи. Десногорск продолжил курс устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашего города. Дорогие одесногорцы, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда будут рядом родные и друзья, а наступающий год оправдает все ваши надежды. Дорогие одесногорцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2018-й год был для нас всех насыщен событиями, напряженной и плодотворной работой, решением серьезных вопросов. Не менее значим будет и год наступающим, и по масштабу задач, и по ответственности. Пусть все достижения станут фундаментом для новых успехов. Пусть 2019-й год откроет перспективы, станет годом благополучной реализации намеченных планов, простых человеческих радостей и сердечной теплоты. Желаю всем здоровья, счастья и добра. Пусть в работе как можно реже возникают непредвиденные ситуации. Надежной опорой в жизни будут коллеги, семья, родные и друзья. Пусть в боем курантов в ваш дом войдут мир и согласие, достаток и удача, а любовь близких сделает родной очаг теплее. Отмечайте праздник в кругу близких друзей, забудьте о заботах, вступайте с улыбкой и замечательным настроением в новый 2019-й год. Дорогие Десногорцы и гости нашего прекрасного города. От имени Десногорской городской общественной организации ветеранов войны и труда, по поручению ветеранов фронтовиков, ветеранов вооруженных сил и флота, ветеранов первостроителей и педагогов, а также от моих однополчан, участников боевых действий и военных конфликтов, поздравляю с новым 2019-м годом. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, удачи, радости, энергии и благополучия вам и вашим близким, а также мирного неба вам, нашему городу и нашей Родине. Дорогие Десногорцы, от всего сердца поздравляю вас с замечательным наступившим новым 2019-м годом. Хочу пожелать, чтобы радости, удачи и успехов в этой жизни в новом 2019-м году у вас стало еще больше, а неудачи обошли вас стороной. Желаю вам в новом году тепла, комфорта и уюта в ваших домах. С Новым годом! Уважаемые жители города Десногорск, от себя лично и от коллектива МВД России по городу Десногорск поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, удачи в новом году, терпения, понимания и всего самого наилучшего. Дорогие Десногорцы, разрешите от лица сотрудников медико-санитарной части, от себя лично поздравить вас с новым 2019-м годом и с наступающим праздником Рождества Христова. Пожелать всем здоровья, удачи, успехов, мирного неба над головой. С Новым годом! Дорогие Десногорцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с Новым годом, с Рождеством Христовым. В преддверии Нового года каждый человек, наверное, исполнен особых переживаний, надежд, ожиданий. Полагаю, что вот Новый год, он сохранит те добрые плоды, которые мы приобрели в минувшем году, позволит нам избежать тех ошибок, которые мы, к сожалению, каждый из нас часто допускает. И желаем друг другу счастья. И, конечно же, это вполне закономерно, потому что каждый человек желает благополучия в жизни, доброй, мирной жизни в семье своей, и, конечно же, счастья. Но хочу напомнить, что означает быть счастливым. Быть счастливым по-настоящему может тот человек, который способен стать частью другого. Счастье значит быть способным быть частью человека, который встречается тебе на жизненном пути. То есть участвовать в его жизни, разделить его радости, разделить его скорби, отозваться на его просьбу. И неважно, далекий ты человек или близкий, тот, с которым ты живешь много лет, рядом, бок о бок. Вот это самая главная способность, которую я желал бы всем нам обрести в наступившем году и в праздник Рождества Христова. Кроме того, в наших храмах на Новый год мы всегда совершаем молебен, который называется благодарственным. И обратите внимание, мы мало чего просим у Бога, а именно хотим поблагодарить Его. За прожитый год, за все, что было, и доброе, и хорошее, а бывают и скорби, и какие-то испытания, трудности, они тоже нужны нам в нашей жизни. Я желаю вам, дорогие мои братья и сестры, чтобы ваше сердце, ваша жизнь была способна тоже приносить Богу всегда благодарность за все, что пережито было вами в минувшем году. И поздравляю с Рождеством Христовым. Хочу пожелать, чтобы каждый из вас обрел в жизни радость, потому что Господь, рождение которого мы ныне все вместе празднуем, пришел в этот мир к нам, людям, для того, чтобы в первую очередь подарить радость жизни. А она, напомню, складывается опять-таки из того, что мы способны сами эту радость дарить другим людям. Поэтому пускай Господь в эти праздничные дни наше сердце исполнит радости, и мы друг другу эту радость подарим. Редактор субтитров А.Семкин